Так, пупсики мои маленькие, расскажу вам сейчас туториал, как прибавить скилли. Вот вы хотите, например, у вас там есть определенный рейтинг, либо, блядь, вы вообще новичок, но таких очень мало. У вас есть определенный рейтинг, но вы играете, блядь, изо всех сил, и у вас ничего не получается. Просто ничего, блядь. Вы стоите на одном месте, и вы никак не можете забуститься в скиллухе, блядь, все выше, блядь, прибавить скиллента. Значит что? Вначале, вначале, вам надо купить адекватные девайсы под себя. В основном сейчас юзают мышки Зови, берешь под себя, под свою руку, блядь. Потом определяешься с инсом, более-менее. Если ты начинаешь ползунок с инса влево-вправо двигать, блядь, начинается полная хуйня, ты делаешь шаг назад. Определитесь с инсом и играйте, задрачивайте, задрачивайте, задрачивайте. Если вы чуть-чуть хотя бы сенс меняете, начинается пиздейшим. Это уже проверено годами, блядь. Дальше, вам нужно купить наушники. Все плачутся, звук хуёвый, звук хуёвый, звук хуёвый. На данный момент наушники. Самые лучшие, это я уже сто тысяч раз проверил, это Хаппер Икс. И, как они, блядь, вот эти новые, Logitech, какие-то там, G-Pro. Если у вас хуёвые наушники, вы, естественно, не будете слышать. Затычки вам не нужны, затычки только бы, если на чемпионат куда-то ехать. Для начала вам такого нахуй не надо. Затычки и т.д. и т.п. Я понимаю, почему вы играете в Quake. В основном люди играют в Quake, например, пришли в Quake из контры и там еще чего-то, блядь. И их все засосало, они играют один на один, блядь. И они получают, ебанись, какие эмоции. Там, например, из-за проигрыша, из-за выигрыша, блядь. Потом они играют в другую игру и все, а это уже, это все не то. И они опять хотят, нахуй, играть в Quake. Дальше смотреть стримы, нахуй. Прислушиваться, блядь, то, что тебе говорят про там игроки на стримах и т.д. и т.п. Всякую такую хуйню. Потому что вы, вы, вот, например, есть 2000 ло, да, много пупсиков. И они выше не растут. И они стоят на одном месте, 2000 ло. И не могут прибавить. Просто пример. Они думают, они самые хитро выебанные. Типа, блядь, я сделаю так, я сделаю так, блядь. У меня все заебись получится. Нет, ёптать. Это так не работает, нахуй. В Quake уже, блядь, все давно за вас придумали. Если ты не про игрок, ты нихуя не придумаешь, блядь. Не думаю, что ты самый хитро выебанный. Тебе, блядь, наебут и выебут, ёптать. Обманут, блядь, в Quake. Так что просто надо повторять, нахуй, нет. Одно и то же, нахуй, 100 миллионов тысяч раз. И только потом, когда это будет получаться, уже что-то придумывать, блядь. Там, например, подрелил, добиваешься какой-нибудь шафтом, там еще чего-то. Идешь в узкий проход, чтоб на автоматизме было. Зашел в узкий проход сюда, чтоб у тебя в руках была ракета. Дальше выходишь, блядь, здесь шафт. А потом релган сразу, нахуй. 90% людей неправильно переключают оружие. И поэтому, блядь, в определенных моментах, даже когда у них 200 на 200, их подловили. Пока они идут, вот такой, блядь, иду с релганом, нахуй. Вот, вот, идешь, идешь. А здесь никса вот такая вот спряталась, нахуй, с ракетой. А ты, блядь, идешь на шафте, блядь. Думаешь, ага, он вроде на миге должен быть, нахуй. Выходишь такой, и тебе по ебалу две ракеты дают. Пока ты переключишься, тебе придется убегать, нахуй, роняя кал. Или тебя вообще отпиздят. В основном так все происходит. Дальше, если вы не понимаете, почему вы проиграли, пересмотрите демки свои, блядь. Я раньше как долбоеб, когда не умел играть в Quake, я играл по 115 дуэлей в день, блядь. Но раньше ничего не было, ни демок, ни стримов, ни хуимов, блядь. И, короче, я не понимал, блядь, что я делаю не так, нахуй. Потом начал демки свои смотреть. И до меня доперло я. Что я делаю не так? Все, нахуй, делаю не так. Так что не надо, блядь, что-то придумывать. Просто повторяйте одно и то же за каким-то типом, блядь. До автоматизма что-то выработаете, блядь. И потом посмотрите, что это, блядь, работает на самом деле. Если вы что-то начнете мутить, мудрить, нахуй. Как обычно, блядь, игроки такие. Ага, я попал ему релган, блядь. Вот там он побежал. Он, блядь, вообще там 1 хп. Ага, я его сейчас обману. Я встану здесь, он побежит туда, блядь. Я его подрейлю. Бах, нахуй. А он побежал вообще в другую сторону. Отожжался и дал тебе пизды. И ты такой, блядь, почему я не пошел его добивать, нахуй. Если вы даже попадаете 3 релгана, 4, блядь. И вы не добиваете за 3 секунды, за 5, нахуй. Если армуры рядом, может типа отожраться, блядь. И еще убить вас. Так что лучше попасть в релган, блядь. И пойти пушить, нахуй. Шафтом с ракетой и сразу сделать фраг. Если вы фраг не делаете, начинается полная хуйня. Могу вам привести пример. Вон, вы все прекрасно знаете, легендарного стрингиста, стронгиста. Который ебошит, нахуй. По идее, по идее, в моем понимании, нахуй. Если человек тренируется, и я на стриме его не увидел. То, что он очень сильно хочет попасть в пролигу. Вот он тренируется, тренируется. Он играет ебануться сколько времени. В этот ебаный квейк. И, блядь, он не может пройти ебаных челленеров. Ну, это же не нормально. Потому что, что? Правильно. Он играет, блядь, хуй пойми как. То есть, у него что-то есть понимание в игре, блядь. Но только как начинается чемпионат. Все, блядь. Свистопляска рук, нахуй. Вот так вот, блядь. Тремор там, я не знаю. Все трястись начинает. Внутри все горит, блядь. Все не получается. Еще бывают такие личности. Например, пизданули тебя в начале. Вот, блядь. Ты играешь, начинаешь, блядь, играть чемпионат. Просто прикол. И в начале тебя бак за 5 секунд. И убили. Все, ты 1-0 проебываешь, блядь. И такой ты руки опускаешь. Ах, пизду. Все, проебал. Хотя еще игра 9 минут, нахуй. И такие пупсики есть, блядь. Таких я миллион тысяч раз встречал. Особенно в Counter-Strike. Там вообще отбитые хуй-плеты. СНГ, Counter-Strike это тоже, блядь. Даунов, нахуй. И даже на просто цену не, блядь. Хватает. Типа, блядь, в первом раунде проебали первый раунд. Все, я с деглан до конца раунда, блядь. Всякие хучи, там, и т.д. и т.п. Такие даже. Оп. Короче, ребята, что в обустановке в скелле? Вам нужны девайсы. Адекватные. Если вы играете на мышке x7, вы думаете, она заебись? Нет, нахуй. Это помои ебучие. Это ебучие помои. Поверьте мне, блядь. Дальше. Вам нужно играть на стандартных героев. На стандартных персонажей. То есть, это рейнджер, галена и т.д. и т.п. Есть всякие там акванистанцы, обреки, блядь, которые там наиграли с ЦПМа. Берут анарки, хуярки там, блядь. Ящеров. Но это хуета полнейшая. Ну, научитесь вы там, блядь, прыгать, скакать, так как. А в основном-то играют все на стандартных героях. Так что вам надо играть рейнджер, там, думер, что-нибудь такое. Галена, вайзер. Учитесь на таких играть. Больше профита будет в будущем. Если вы будете каждый раз в ползунок сынца менять, каждую неделю, вы, сразу говорю, делаете шаг назад. Прям моментально, нахуй. Определитесь с сынцом и играйте с одним сынцом. В начале вам покажется, например, вы сыграли одну игру. Вау, блядь, такой, ебать, я выиграл, типа, нахуй, вообще изи, все попадаю, пиздец, пиздец. Но это все наебалово, ребята. Такое бывает на пару игр всего. Следующие игры вы начинаете играть, и вас так пиздит. И вы расстраиваетесь, и вы назад сынц ставите. И, то есть, получается, вы опять шаг назад прав. То есть, что вы тренились, не тренились. Дальше. На автомате выработать. Когда меньше, например, вот, ебучей к чемпионсу, да, блядский. Который гондон, зерочи, там, что-то сделает с ним. Ничего. Что-то сделает с ним, ничего не делает. Когда, короче, у вас меньше 90 хп, на автоматизме, чтобы у вас уже было, выработайте. Просто не стреляйтесь, отойдите, блядь. И пытайтесь выжить, нахуй. А то некоторые до конца, до конца, блядь. Да, на нахуй. И там просто, блядь, пулькой, блядь, с машинки дали тебе, и все, ты умер. И вы отдали фраг. За каждый фраг надо лучше бороться, блядь. Тогда и будет скилл, нахуй. Расти. Если не будете бороться, то такая себе хуйня. Дальше, посмотрите видосы, там, с этими, блядь, с респами, с хуями, там, я не знаю, посмотрите видосы, блядь. Как по респам гонять, какие лучше позиции занимать. Это все есть в интернете, все доступно. Я не знаю, чего вы сиськи мнете, блядь. Очень много людей мне пишут, типа, агент научи, агент научи, блядь, там, что-то делать. Блядь, у меня есть, там, пару-тройку учеников, которые учатся, да, они, там, прибавили, там, 200, 300, 400 лоа. Вообще, с самого дна прибавляют. Но они прибавляют, которые вообще никогда не играли, там, в квейк. Но это мало, это мало, можно прибавить еще больше. Если все повторять, блядь, в точности. В основном, блядь, люди, вот я говорю, думают, самые умные, там, и т.д., и т.п., типа, блядь. Я сейчас сделаю по-своему. Но это не работает в квейке. В квейке такое не работает. Все придумали за вас еще, блядь, 50 миллионов тысяч лет назад, нахуй, в этом ебаном квейке. Все отточено, все отдрочено, блядь. Без стрельбы, например, можно выиграть. Без стрельбы можно дойти, блядь, вот так, дойти до 1800 лоу. Просто без стрельбы, можно вообще не попадать, нахуй. Если справленные действия делать, там, в узких проходах просто ракету включать и шахтом добивать. Даже без релгана, без обоссы, вообще даже можно не стрелять, нахуй. Там, например, будет у тебя процентов 15-20 стрельба. Все, можно выиграть. Легко. А если вы еще будете что-то там попадать, блядь, тыркать там релганы, это вообще изи, блядь. Есть у вас, например, контроль. Смотрите, у вас есть контроль, да? У типа нет контроля. То есть, но он вас может подловить в узком проходе. То есть, он туда побежал, вы сюда прыгнули. Ты три болта там поспаймил. Такой обзор, он зашел за стенку, ты сразу инвиз, нахуй. И сразу разъебывать голову. Как только у вас есть преимущество, ребята, запомните. Есть у вас преимущество в контроле. Вы попали еще в типа. Ну, разменяйте вы это ебучее преимущество стэк. Хотя бы на один релган, чтобы, например, вы атакуете. Он вам релган попал. И вы в ответ попали. То есть, у него уже меньше. И можно добивать. Два релгана он вам попал. Отошел назад. Отожрал арморчик. Арморов миллион на карте, блядь. Или бывает такая хуйня, типа. Блядь, он мне два релгана попал. Тебе пизда. Все, на. Я тебе тоже сейчас четыре попаду, нахуй. Один фраг, второй фраг, нахуй. И все, блядь. Отдали. И такой, блядь, зачем я это делал, нахуй, в конце. Расстройство, блядь. Паника, крики, оры, блядь. Quake Champions удалил, блядь. Через час скачал и заново играть, нахуй. Таких конченных тоже, блядь, я думаю, в чате хватает. Либо можно еще, еще бывают такие, которые, может, в час. Вот так вот. В чат на. Сука, ебаная. Там всякие такое. И вы такой, фу, выдохнул, блядь. Дальше играешь, нахуй. И таких тоже припадков дохуища. Короче, ничего, блядь. Придумывать не надо. Все придумано, блядь. Просто делайте, повторяйте, блядь. И вас, по-любому, скиллуха, но вырастет. И главное, боритесь за каждый фраг. Если вы, блядь, не будете этого делать, если вы просто так будете отдаваться, фидить, ну, у вас нихуя не получится. Мне вчера тип писал в чатик. До таких море. Не, ну, если вас совсем заебал Квейк, вот просто, и вы хотите прям бустануться в скеле, просто в скеле прям очень сильно бустануться, нахуй, не ебаться. И вас пиздит один и тот же тип. Блядь. И вы хотите минимум приложить усилий, да напишите данчесу, ебать, он вам скинет ссылку на читы, нахуй, и все, вы разъебете этого типа, который вас пиздил в интернете, нахуй. Вы будете довольны, выдохните, блядь. Вас один хуй зерч не забанит, потому что, блядь, с читами в Квейке можно играть. И все. Ну, это самый легкий вариант, блядь. Других я не знаю, блядь. Но в Квейке надо чуть-чуть попыхтеть, чтобы прибавить скеле. Как-то так.